всем привет этот бренд на нашем канале в первый раз будем тестировать по полной программе так что всем приятного просмотра в комплектацию входят неплохого качества шипы концы шипов имеют изоляционные наконечники и длина порядка одного метра термопара для измерения температуры конструктив защитном чехле руководство пользователя на английском языке здесь также можем видеть все основные технические параметры прибора все диапазоны разрешение точность и допустимые отклонения с виду прибор смотрится очень красиво также стоит отметить неплохое качество изготовления всего шесть кнопок на приборе материал похоже на резину и нет ошибки его отклика при нажатии селектор имеет четкий еще никаких случайных проскальзывания гнезда шипов в данной цепи можно коммутировать малые токи миллиамперах и микроамперах и максимальный ток коммутации 200 миллиампер в цепи силовой части здесь уже приличных 20 амперов это ровно в два раза больше чем большинство существующих мультиметров справа измерения всех остальных режимов и если верить этому всяковольтному значению то это отличные возможности по 3 степени категории безопасности отлично реализована функция опорной ножки и отличная фиксация на плоскости в двух положениях по качеству изготовления сложно к чему-либо придраться разве что вот эти шели хотя такое можно увидеть далеко не только в данной ценовой категории визуально похожий дизайн и почти схожие размеры и даже почти одинаковое расположение режимов измерения на селекторе но зато это чудо стоит в несколько раз дешевле но зато по функционалу и разрешению дисплея счетчика измерения и даже в плане количества функций этот прибор ушел значительно далеко вперед а вот про настоящее качество и долговечность прибора скорее всего покажет только время отсек для элементов питания для большей долговечности имеет бронзовую резьбовую вставку но и такой контейнер для установки двух элементов питания стандарта 2а есть возможность повесить на стену ну и первое включение прибора большой информативный дисплей хороший размер символов на экране даже при сравнении с 61 измерения переменной бытовой сети видим показания измерения на измерению частоты можно переключиться с помощью кнопки герц и еще одно нажатие позволяет переключиться в процентное соотношение с помощью кнопки range может переключать десятые сотые тысячные доли вольта при удержании нажатой данной кнопки позволяет вернуться в автоматический режим при удержании нажатой кнопки справа позволяет включить подсветку дисплея который горит достаточно тускло и вполне достаточно в темноте отличные углы обзора и по вертикали видим очень даже неплохой результат на малой частоте в 2-3 герца проблемы с извлечением сигнала смотрим и при нормальной частоте в 50 герц видим нормальное измерение и кнопкой hold можем зафиксировать показания эти показания можем проверить и на примере работы осциллографа райгал возможности извлечения истинного среднеквадратичного значения измерения пробуем также возможность извлечения истинного значения при минимальной амплитуде от пика до пика будем проверять возможность измерения максимальной частоты 100 герц есть и даже 100 килогерц 200 нормально и дальше уже провал и и на частоте 1 килогерц смотрим измерение под разные формы сигнала идет быстрая стабилизация показания измерения видит переменное напряжение даже на постоянном напряжении паразитные далее идет режим измерения постоянного напряжения измерять будем элементы питания видим отличную скорость измерения проверим на точность три цифры это милливольт и четвертая цифра уже переходит в раздел микровольтов которого к сожалению не сможем увидеть на разрешении блока питания но при этом смотрим как прибор точно сможет обнаружить 1 вольт напряжения и на приборе разрешение это не просто для того чтобы было много цифр и после запятой реально и очень точно отрабатывает каждый милливольт и самое главное смотрим при увеличении напряжения не складывается погрешность видим прибор переходит в более грубое разрешение измерения и на отметке в 5 вольт видим разницу 4 милливольта хотя при значительном увеличении на 32 вольта видим разница снова не суммируется здесь точно также кнопкой можем менять диапазон измерения и снова удерживая кнопку возвращаемся в автоматический подбор диапазонов с этой кнопкой можем зафиксировать максимальные показания измерения то есть прибор в автоматическом порядке будет фиксировать самые высокие показания измерения в режиме измерения мин все то же самое будет фиксировать минимальное значение измерения для выхода из режима удерживаем нажатой кнопку в режиме измерения милливольтов уже можем видеть все три цифры микровольтов после запятой показания точные все как на высокоточном блоке питания с 19 милливольт переходит более грубый режим измерения две цифры после запятой и далее 200 милливольт прибор переходит перегруз для переменных милливольт все то же самое ограничение те же самые 200 милливольт и как видно прекрасно измеряет переменные даже микро вольты следующая функция термометра здесь видим показания измерения снимается со встроенного термодатчика а измерение можно проводить как в градусах цельсия так и в градусах фаренгейта попробуем проверить и на точность с помощью паяльника вряд ли сможем правильно измерить поскольку большая теплопроводность теплоемкость рубашки термопары за счет большей теплоемкости термопары видим стабильные показания измерения то есть не прыгают размеренно набирает обороты ну и как видим кипение воды соответствии с правилами природы следующий режим измерения начинается с измерения сопротивления кнопкой range можем менять мегаом и килоом и омы и для возврата в автоматический режим удерживаем нажатую кнопку радует наличие второй цифры после запятой измерение идет достаточно долго но видим что измеряется самых малых значений сопротивления и как видим измерение проходит нормально вплоть до 24 мега он следующий под режиме это прозвонка видим неплохая реакция в том числе отличная скорость отклика размыкание тоже неплохо хотя незначительный шлейф остается в режиме теста диода более 3 вольт напряжения на шупах этого как видим их вполне достаточно для зажигания большинства светодиодов есть индикация падения ну и отличное зажигание всех остальных цветов светодиода быстрое измерение диода проверяем и светодиодную лампочку также есть отличная индикация падение напряжения но и отлично зажигает светодиодов далее идет режим измерения емкости конденсаторов начинаем измерять с нанофарад в режиме нанофарад также можем видеть и пика фарады 22 пика фарада показывает как 2 пика фарада теперь и более емкие конденсаторы 2,4 мили фарад 4,7 мили фарад 12 мили фарад отлично измеряет и 22 мили фарада измеряет конечно долго но видим и 48 мили фарад в ручной режиме нет возможности переключения в отдельном разделе частоты уже видим прекрасно отображает даже один герц частоту и даже при столь малой амплитуде и в данном режиме частоту может измерять максимум до 10 мегагерц и на этой частоте видим значение коэффициента заполнения далее идет режим измерения тока и даже в грубой цепи видно есть измерение новых токов миллиамперов особенно полезная функция для любителей проверки утечки токов и по точности видим неплохие результаты с разницей всего пару миллиампер в режиме миллиамперов видим все три цифры после запятой микроамперы но по точности видим достаточно точные показания все как на блоке питания максимум ток измеряет до 200 миллиампер и прибор переходит в защиту в режиме измерения микроамперов здесь уже видим те цифры которых нет на блоке питания и в данном режиме можно измерять максимум до 2 миллиампер есть два варианта выбора в ручном режиме удерживая кнопку снова возвращаемся в автоматический режим на переменном напряжении все то же самое прибор позволяет измерять и переменные токи есть индикации миллиамперов и миллиамперы видны даже в грубой цепи тоже будет немало полезно тем кто будет тестировать ток холостого хода трансформатора но и самый крайний режим ncv так называемый тест скрытой проводки в данном режиме с помощью одного шопа также можно попробовать функцию life обнаружение фазы с помощью одного шопа о котором нет даже и речи в руководстве пользователя но факт в том что функция отлично работает а ncv тоже не муляж и как видим тоже прекрасный результат обнаружение поля и в зависимости от расстояния меняется степень интенсивности звукового оповещения здесь есть еще интересная функция автоматического отключения прибора об этом говорит значок функции авто power of если не пользоваться прибором в течение 15 минут то прибор автоматически отключается тем самым сохраняя заряд элементов питания но эту функцию при желании можно отключить и для этого выключаем прибор удерживаем нажатой данную кнопку включаем прибор и после этого сигнала с дисплея исчезает тот самый значок и теперь прибор может работать бесконечно долго вплоть до полного опустощения элементов питания теперь заглянем и в начинку прибора также знак поддержки развития нашего канала никогда лишним не будет лайк и комментарии также не забудьте подписаться мультиметр собраны на четырех винтах про качество пайки видим все отлично очень аккуратно никаких следов в канифоле есть маркировка компонентов соответствующим образом для каждой из своих цепей отдельно свой предохранитель что же касается проникновение грязи и пыли особенно через гнезда шуков здесь они как бы изолированы на ответной части все закрывается и детали корпуса также одна часть заправляется в другую тем самым снова препятствуя попадению пыли и грязи во внутрь прибора на напряжение в 2,2 вольта смотрим есть небольшой ток прибор нормально запускается и достаточно низкий ток потребления хотя при таком низком напряжении на дисплее видим индикатор низкого заряда а при нормальном напряжении в 3 вольта поднимается и ток потребления ну а при включении подсветки дисплея при таком напряжении видим поднимается значительно больше яркости и ток потребления уже более 8 миллиампер еще такой тест смотрим потребление тока в выключенном состоянии есть незначительное фоновое потребление и в режиме микроамперов видим это совсем мизерный ток функция рел также интересная функция режим относительного измерения для примера измеряем напряжение элемента питания обнуляем результат и с помощью следующих измерений относительно 0 в плюс или минус можно подобрать максимально близкие по параметрам компоненты спасибо всем за просмотр